ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ Мы знаем, что это проявляется в рейтингах. Это проявляется на фокус-группах. Это сейчас единственное, единственное, что ложится пятном. Это проявляется на фокус-группах, цитирую. Следовательно, это важно. Виктор Дэвис Хэнсон, старший сотрудник Гуверовского института, сегодня с нами. Профессор, вам доводилось слышать что-то более циничное? Нам надо перестать убивать людей, потому что это проявляется на фокус-группах. Очень редко. Думаю, они рассчитывали, что Джо Байден будет тянуть время. Опросы показывали, что он опережает соперника на 8 или 9%. Он должен был сидеть на цокольном этаже своего дома. Все говорили, пусть все идет как идет, а Дональд Трамп в ответе за все это, как действующий президент. А потом они заключили поистине дьявольскую сделку с людьми Сандерса. Эти люди на улице, штурмовики Берни Сандерса. По сути, они говорили Байдену, мы создадим для тебя хаос и анархию, а ты после победы можешь принять нашу повестку дня. Мы протолкнем нашу повестку дня с твоей помощью, и тогда ты сможешь пообещать стране, что насилие прекратится. Джо Байден — пленник этих людей. Я не уверен, что он может отступить от этой сделки, даже если захочет. И, наконец, если ты сидишь на цокольном этаже своего дома и не смотришь на Америку, ты получаешь новости от ABC, CBS, NBC, CNN, и ты не видишь положения дел в стране. Страна движется в одном направлении, а СМИ говорят про Джорджа Флойда, про прекращение финансирования полиции. И Байден живет в совершенно герметичном мире. Это как с Хилари Клинтон, которая думала, что одержит историческую, убедительную победу, отправилась накануне выборов в Джорджию и Аризону и проиграла на выборах. Ее голубая стена рассыпалась. У Байдена нет информации, потому что он изолирован. И я думаю, что теперь до этих людей наконец-то начали доходить данные опросов. И они говорят, боже мой, страну тошнит от всего этого. Рейтинг Трампа ползет вверх, и нам нужно быстро что-то предпринять. Но это основано не на принципах. Они давно заложили свои души, чтобы создать этот хаос. И они сказали Америке, мы прекратим это, если вы нас изберете. Вот что мы имеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова